Дорогие коллеги, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чат, видно ли меня и слышно ли. Доброе утро. Отлично. Дорогие коллеги, давайте возьмем несколько минут для того, чтобы все смогли к нам присоединиться сегодня. Ну, а я обещала на прошлом вебинаре вчера, что включу видеоролик, посвященный программе Stay with Peace of Mind. Это программа по обеспечению безопасности от коронавируса, меры предосторожности, принятые во всех отелях Анантара. Сейчас включу этот видеоролик и начнем нашу презентацию. У нас сегодня такое интересное путешествие по трем странам. Сразу после окончания видеоролика начнем это путешествие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие коллеги, надеюсь, что все смогли к нам присоединиться. И я очень рада сегодня представить вашему вниманию три направления у нас сегодня будет. Это Малайзия, это Индонезия, остров Вали и Вьетнам. Я очень рада представить вам сегодня целых два новых продукта, которые есть в нашей коллекции. Я очень рада видеть в чате имена, уже знакомые мне по предыдущим вебинарам. Спасибо большое, что смотрите всю нашу серию. Для тех, кто присоединился к нам впервые, представлюсь. Меня зовут Виктория. Я представляю все отели Minor Hotels, группу отелей Minor Hotels, в которую входят отели Anantara, о которых в большей степени мы сегодня будем говорить. Но также мы посмотрим и продукт бренда Avani. Также у нас есть коллекция Safari Lodge Camp of Elevana Collection. Есть отели Apart, отели Oaks. В Европе и Латинской Америке очень много отелей NH, NH Collection Now. Это бренды, которые тоже относятся к группе Minor. И португальская сеть отелей Tivoli на сегодняшний день представлена не только в Блохе. И также будет появляться во многих направлениях Юго-Восточной Азии. Пожалуйста, обращайтесь ко мне по любым направлениям, если у вас будут вопросы. А также к моей коллеге Александре, которая занимается Мальдивами, по всем вопросам, связанным с Мальдивами. Ну, а сегодня у нас завершающий третий вебинар нашей серии вебинаров с ПАК-групп по Юго-Восточной Азии. ПАК-групп очень хорошо знает и прекрасно продает, консультирует по нашим отелям в Юго-Восточной Азии. И мы очень рады представить сегодня вашему вниманию целых три страны, три направления. Первым в сегодняшней презентации станет отель Анантара-де-Зару-Пост. Это побережье Малайзии. Но сразу говорю, что для ориентира мы относим это направление скорее к Сингапуру, потому что от Сингапура дорога займет два часа, ну, два-два с половиной часа. Поэтому это очень удобное пляжное направление для того, чтобы добавить к Сингапуру, к посещению города, да, и знакомству с Сингапуром. И, кроме того, это, ну, даже если вы просто только в Дезару, просто на пляж отдыхать едете, все равно легче всего, удобнее всего лететь через Сингапур. Пока у нас нет прямых рейсов в Куала-Лумпур, собственно, в Малайзию, да, добраться до Дезару именно через Малайзию, ну, не так удобно, это будет две пересадки, а через Сингапур можно на прямых рейсах прилететь. Единственный нюанс по поводу прилета в Сингапур, надо понимать, что вам тогда нужна будет сингапурская виза. Не транзитная виза, которая ставится по прибытию и действует на четыре дня, даже если вы задержитесь, не будете задерживаться в Сингапуре, в любом случае вы пересекаете границу наземным способом, наземным транспортом, а это значит, что транзитная виза, которая гражданам России выставляется по прибытию в Сингапур, здесь не будет действовать. Вам нужно заранее подать документы, получить визу, прекрасно, подгруппа вам в этом поможет, все это несложно делается, но об этом надо все-таки позаботиться заранее и прилетать уже с готовой сингапурской визой. На мой взгляд, самый интересный вариант путешествия – это хотя бы пару дней побыть в Сингапуре, но два-три дня там вполне достаточно, чтобы посмотреть самые известные достопримечательности, посетить какие-нибудь рестораны, которые у вас прямо в списке обязательно посетить, сделать фотографии из самых известных мест, которые символизируют Сингапур, и дальше уже отправляться на пляжный отдых в Дезару. Ну, в общем-то, практически всегда гости, отправляющиеся в Сингапур, потом продолжать свое путешествие в каких-то пляжных направлениях, зачастую это, например, Бентан или Бали, вообще достаточно далекое направление, это дополнительный перелет, это, ну, собственно, дополнительное время, которое вы тратите и, ну, в общем-то, силы и, ну, как бы некие неудобства. А здесь два с половиной часа. Два с половиной часа – это в случае, если, ну, могут быть какие-то пробки на границах, так же, как из любого мегаполиса, выезд в пятницу вечером и въезд в воскресенье утром в Сингапуре сопровождаются пробками. Так что два с половиной часа на машине, и вы оказываетесь уже на пляже. Пляж здесь великолепный, светлый, светлый песок, прозрачная вода, хороший вход в воду, недолго-мелко, нерезко-глубоко, не сильно заметны там отливы-приливы, просто прекрасный пляж. Это такая визитная карточка этой курортной зоны, а сама по себе территория Дезару – это новый развивающийся курортный район, в котором уже открыты несколько отелей мировых брендов, в том числе «Анантара», и будут открываться еще дополнительные и отели, и точки развлечений, и будет развиваться инфраструктура. А сейчас это три действующих отеля, еще один в скором времени будет открыт, и огромный аквапарк. Прямо на территории Дезару есть рядом с одним из отелей большой аквапарк, где можно смело провести, можно оставить на него целый день, потому что он действительно большой, веселый и замечательный. Я обязательно расскажу, и как можно провести время в окрестностях, но также обязательно рекомендую просто для пляжного отдыха это направление. Итак, «Анантара Дезару Кост» – это новый курорт, как я уже сказала. Он был открыт 1 декабря 2019 года. Мне выпала честь присутствовать при открытии курорта. Это очень интересное было зрелище. С участием монахов всегда мы получаем благословения для открытия курорта. Были красочные шоу и так далее, и были первые клиенты, заезжали. Очень интересно. Такой, наверное, незабываемый был момент для тех туристов, которые оказались самыми первыми туристами отеля. И сам курорт был абсолютно новопостроен. И все, что открывается в Дезару – это новопостроенное здание все. Это означает, что это не только все новенькое, свежее, современное, но и очень продуманное. То есть, как вы знаете, чем новее постройка отеля, тем больше продумано все внутреннее пространство, конфигурация номера. Вот вплоть до таких удобных каких-то вещей, как расположение розеток, как бы конфигурация площадь ванной комнаты. Вся, соответственно, техника и все наполнение номера, соответственно, абсолютно новое, современное, прекрасный отель. И он сразу стал одним из моих любимых в нашей коллекции «Анантара». Очень просторные номера. Минимальная площадь номера около 50 квадратных метров. То есть даже в стандартном номере «Премьер» вы размещаетесь очень просторно. Здесь есть варианты размещения на кроватях «Кинг» либо на двух кроватях «Твин». И мы максимально допускаем здесь двое взрослых плюс один ребенок. Номер «Премьер Корнер Рум» он немножко побольше, потому что это угловой номер с большим балконом угловым таким, который идет вдоль двух стен. Номера на повышенных этажах – это уже видовые номера. Здесь такая же конфигурация «Делакси Вью» и «Делакси Вью Коннор». 49-50 квадратных метров. И та же конфигурация, но уже виды на побережье. Далее идут виллы. У нас есть варианты вилл с одной и с двумя спальнями. То есть это гостиная и одна спальня, либо гостиная и две спальни. Все виллы двухэтажные. Если у вас вилла с одной спальней, то вы заходите у вас на первом этаже гостиная, терраса, балкон, такая небольшая беседка, лежаки, зонтики и так далее. И на втором этаже у вас спальня. Если у вас вилла с двумя спальнями и гостиная, то вы заходите на первый этаж и у вас попадаете в гостиную. С одной стороны у вас вход в спальню на первом этаже. И по лесенке вы поднимаетесь на второй этаж во вторую спальню. У каждой спальни, естественно, собственная ванная комната полностью оборудованная. И на первом этаже у вас есть выход к террасе и к бассейну, как из гостиной, так и из спальни на первом этаже. Площадь вилл у нас 110 и 164 квадратных метра. Соответственно, максимальное размещение в вилле с двумя спальнями 4 взрослых плюс 1 ребенок. Самые большие виллы у нас называются резиденцией, потому что в них присутствует уже и кухня, и столовая. Поэтому их можно выбирать прекрасно для длительного проживания. Если вы не всегда собираетесь в ресторанах обедать, а хотите иметь возможность даже самим готовить или приглашать батлера для того, чтобы что-то приготовить, здесь резиденции предлагают вам размещение от 3 до 3 и 4 спальни. Это очень элегантный и очень роскошный продукт. Здесь действительно площади от 288 квадратных метров впечатляют своим простором. Каждая спальня обязательно имеет собственную ванную комнату, полностью оборудованную, и резиденции стоят на первой береговой линии. Единственное, что из резиденции, несмотря на их местонахождение на первой береговой линии, далеко не из всех есть прямой выход на пляж, потому что напротив у нас находится такая зелень. Вот вы можете видеть на фотографиях, да, напротив бассейна у нас небольшая такая живая изгородь, зелень, которую мы не могли потревожить для того, чтобы сохранить природу первозданную на этой территории. Но в любом случае до пляжа у вас дорога занимает максимум пару минут, потому что вы все равно, в общем-то, вот практически на пляже находитесь. Зато эта зеленая изгородь обеспечивает вам полную приватность, натуральная, да, изгородь такая, и у вас напротив вашего бассейна никто не будет гулять по пляжу, прямо вот наблюдая вас, отдыхающим около бассейна вашей резиденции. Что касается питания и ресторанов. У нас есть основной ресторан Турмерик, который работает на завтрак, обед и на ужин. Он предлагает малазийскую, тайскую кухню, различные классические блюда разных международных кухонь и с акцентом на блюда Юго-Восточной Азии. Фирменный наш ресторан Sea Fire Salt работает на обед и ужин. Он находится прямо на берегу моря с прекрасными видами и с великолепными блюдами гриль, морепродуктами. Поэтому Sea Fire и Salt, а Salt символизирует то, что у нас есть меню из разных, такой ассорти из разных видов соли. Это традиция, которая присутствует во всех наших фирменных ресторанах Sea Fire Salt, которые мы уже встречали, например, в нашем пукетском отеле Анантара Майкао. Также есть у нас в наших мальдивских отелях и в нескольких других фирменных отелях бренда Анантара. И, наконец, Infinity Bar, точнее, не на конец, а также около пляжа, на пляже, около нашего центрального бассейна. Здесь подают напитки, закуски в течение всего дня. Также мы в течение всего дня обслуживаем гостей, отдыхающих у бассейна и на пляже. Этим занимается Lagoon Full Bar. Он работает с 10 утра до 7 вечера. И на вечерние часы самым популярным становится бар-обсерватория. Observatory Bar. Он находится на высоте примерно 3-4 этажа с панорамными видами на побережье и на наш курорт. И дневные часы он, в общем-то, редко бывает посещаем, потому что все где-то отдыхают на пляже, у бассейна. А вот в вечерние часы на коктейль перед ужином сюда приходят гости насладиться прекрасными видами нашего курорта на закате. И, конечно же, услуга Dining by Design. Ужин в индивидуальной обстановке, который мы предлагаем. Ужин или обед, в общем-то, это на ваш выбор, который мы предлагаем в каждом нашем отеле. И здесь это может быть какой-то романтический вечер для пары, на пляже, например, вот как здесь мы показали в качестве примера фотографию. Может быть, это, кстати, очень такая уединенная часть пляжа. Это далеко от, ну, подальше от того места, где мы купаемся. И здесь маловероятно, что кто-то будет мимо ходить и вас беспокоить. И очень красиво все украшаем вокруг свечами, факелами, цветами и так далее. Можно сделать что-то, например, на террасе вашей виллы. В общем-то, в любом месте, полюбившимся вам на курорте, можем организовать такое приятное специальное мероприятие. У класса кулинарного мастерства Spice Foods, также вам знакомы по другим отелям Анантара, здесь мы предлагаем вам обучиться секретам традиционной малазийской или тайской кухни. И великолепный спа. Здесь, кстати, такой достаточно большой спа-салон, очень просторное лобби у него, прекрасные массажные кабинеты. Но все чувствуется, что очень новое, прекрасно продуманное. И спа в отелях Анантара – это, конечно же, такая отдельная дополнительная причина для того, чтобы выбрать именно наши отели для отдыха. В плане пляжных развлечений здесь можно… На самом деле, на мой вкус, можно провести спокойно неделю, только отдыхая на пляже. Потому что прекрасный, опять же, повторюсь, и вход в воду, и вода, и сильных волн нет, и действительно прекрасные условия для отдыха на пляже. Кроме того, можно провести бизнес-мероприятие, которое будет совмещать в себе и рабочие моменты, и отдых на пляже, и тимбилдинг, например. Например, может быть, отдых, совместный поход в аквапарк и так далее. И здесь, конечно же, можно порекомендовать отдых как парам, молодоженам, романтический отдых, так и семейный отпуск, потому что для детишек здесь есть тоже подготовленные развлечения и очень такая спокойная, безопасная атмосфера. Тихая территория, хороший пляж. Все очень прекрасно продумано, и для детского отдыха, конечно же, будет очень востребован наш аквапарк. Из развлечений поблизости отдельно хочется отметить, что здесь есть гольф-поля поблизости, и здесь действительно могут тренироваться профессиональные игроки в гольф. Кроме того, вот аквапарк, про который я уже несколько рассказала, он обязательно порадует таких любителей, как сказать, поклонников, любителей аквапарка, как я, например. Это действительно очень большая зона развлечений, это всевозможные горки, это огромный бассейн с нагоняемой волной, это различные ручейки, горки и так далее. И вот на фотографии можете видеть такое подобие американских горок, только которые финишируют прямо в бассейн. Замечательно, вокруг постоянно в этом аквапарке звучат веселые крики, смех детей, несколько там кафе и таких кафетериев находятся, то есть там действительно можно целый день провести. Некоторые наши гости за проживание у нас в среднем бронируются от семи ночей. Они часто несколько раз за вот этот период отправляются в аквапарк, а некоторые проводят в нем целыми днями, там отдыхают. Вход в аквапарк платный, потому что это не аквапарк, принадлежащий отелю, ни нашему, ни соседнему. Это такое предприятие развлекательное, отдельное от отелей, поэтому вход платный, но для гостей соседних отелей специальная цена действует, разумеется. Вот, и также есть торговый такой, что-то вроде набережной, рыночной набережной, называется Desire Ocost Riverside. Здесь множество разных тоже кафе, ресторанов, магазинчиков и так далее. Кроме того, можно съездить отсюда, недалеко есть город Джохор, и можно здесь тоже съездить на шоппинг, например, там есть поблизости аутлеты, вот в этом городе, где-то час езды от курорта, есть аутлеты, есть тоже развлекательные точки. Сюда даже приезжают из Сингапура именно для закупки брендовых каких-то вещей, модницы. И также можно посетить местные такие заведения, как, например, отправиться на экскурсию по фруктовой ферме. И здесь, это где-то полчаса езды от отеля, здесь делаются экскурсии, здесь рассказывают, как растут, как выращивают знакомые и незнакомые нам фрукты, здесь можно их сразу и купить. Можно взять с собой, а можно купить и заказать, чтобы вам упаковали и отправили все это в номер. Также по соседству с нашим курортом есть от этой фруктовой фермы и магазин, причем это супермаркет, плюс такой кафетерий со свежими смузи. Так что можно не только фрукты там купить, магазинчик поблизости присутствует, если вы хотите что-то для себя, что-то для себя приобрести. Вот такая территория, такой новый курорт. Повторюсь, что это самая лучшая на сегодняшний день опция пляжного дополнения к сингапурскому туру, но также я советую его иметь в виду просто как и самостоятельное пляжное направление. Великолепный курорт, великолепный пляж и очень современная и новая вся территория. То есть абсолютно курорт, полностью курортная зона, полностью новенькая, прекрасно продуманная и действительно такая развивающаяся, очень приятная. Дорогие коллеги, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием вернусь к презентации Дезару. Ну, а сейчас продолжу наше путешествие. Мы отправляемся с вами во Вьетнам. Будем двигаться так по карте. Значит, сначала у нас была Малайзия, потом уходим немножко дальше в восточное направление, в Юго-Восточную Азию и смотрим Вьетнам, а потом прилетим на остров Бали. Самый известный наш отель в этом направлении это, конечно же, Анантара Муйне Резорт. Я думаю, он вам хорошо знаком. Это признана одна из лучших пятизвездочных гостиниц с деревни Муйне и региона вообще Фонтьета. Здесь мы находимся на первой береговой линии, здесь великолепный пляж. Мы стоим на первой береговой линии. У нас есть и номера, и виллы, поэтому варианты размещения для разных бюджетов есть. И здесь прекрасно можно отдыхать с семьей или устроить романтический отдых. Вот одна из наших номера на предыдущей фотографии номер Делакс с видом на побережье Наши виллы находятся ближе к пляжу и есть даже виллы категории бич-фронт прямо с видом на море. И несколько категорий вилл хочу показать, потому что у них интересная конфигурация. Смотрите, у нас 2-bedroom family вилла. Это две спальни без гостиной, просто две спальни. Одна из них с кроватями twin, другая с кроватью king size и с бассейном. У каждой виллы есть бассейн. Residence вилла означает, что вилла состоит из двух маленьких домиков. Одна спальня, один домик, и вторая спальня, отдельный домик. У каждой спальни, как всегда, есть собственная ванная комната. Я уже не буду здесь повторяться. И вилла-дюплекс – это двухэтажная вилла с одинаковыми спальнями, с ванной комнатой для каждой спальни на двух этажах. Вилла с одной спальней, да, таким образом выглядит. Что касается питания, то базовый наш ресторан Лян Мьен – это, кстати, бывшее, давнее-давнее название этого отеля, когда он еще не был в коллекции Анантара. Ресторан Лян Мьен подает и как традиционную вьетнамскую, так и европейскую кухню. Он работает в течение всего дня, подает завтрак, обед и ужин. Также у нас есть ресторан Тунг. Тунг – это название вот таких традиционных вьетнамских рыбацких лодочек, которые вы наверняка видели. Они как блюдечко, как миска такая. И здесь он работает, он находится около пляжа, он работает на обед и ужин. Вот так выглядит Лян Мьен. Вот ресторан Тунг. Наша лагуна. Все в соответствии традиций отеля Анантара. И развлечения, и достопримечательности поблизости. Но наши гости, конечно же, по большую часть времени проводят на пляже. Они отдыхают на пляже, у бассейна. Для деток у нас есть детский клуб, у нас есть приговорный для тех, кому придется все-таки поработать во время отдыха в Муйне. У нас есть великолепный спа-салон, у нас также, конечно, доступны уроки кулинарного мастерства Spice Ponds. Для любителей спорта у нас есть фитнес-центр. И также это побережье Муйне популярно для кайтсерфинга. Вы достаточно много кайтсерферов увидите, потому что именно для кайтсерфинга не нужна сильная волна, но и не нужна совсем стоячая вода. Здесь очень мягкая, комфортная волна, которая прекрасно подходит для любителей именно кайтсерфинга. Для тех, кто любит плавать, здесь прекрасный песчаный, гладкий вход в воду. Здесь, повторюсь, нет сильных волн. Здесь действительно очень хорошие условия для купания. Обширный широкий пляж, вы можете его видеть. И лежаки и зонтики прямо на пляже. Один из наших кабинетов для процедур в СПА. И далее мы продолжаем свое путешествие по Вьетнаму, но посмотрев Анантара Муйне, который наверняка вам всем давно уже знаком, я предлагаю вам посмотреть нашу, такую, можно сказать, экскурсионную программу, которая объединяет другие направления Вьетнама. Смотрите, у нас есть отель Анантара Хоян. Хоян – это экскурсионный такой, ну, как экскурсионный, это просто древний городок, который находится не на побережье, но по соседству с побережьем Дананг. Поэтому сюда очень часто гости живут в Дананге на пляже, а потом едут в Хоян просто на экскурсию. Но мы предлагаем немножко другой вариант. Поехать в Хоян именно и пожить в сердце этого самого города. Это древний городок, очень живописный, очень интересный, сейчас о нем расскажу. А потом отправиться на пляж, в пляжное направление, которое называется Киньон. Совершенно еще неизвестное многим туристам. Это очень красивый пляж, очень чистое направление, новенькое. И между Хояном и Киньоном идет поезд, в котором арендован специальный вагон, который мы предлагаем исключительно гостям Анантара. Он называется Вьетач. И я сейчас о нем расскажу. Это как раз один из двух новых продуктов, которые я сегодня вам презентую. Первый продукт был Анантара Дезару Кост, а вторым новым сюрпризом станет вот этот поезд Вьетач. Итак, вернемся к Хоян. Хоян – это, как я уже сказала, городок древний, в котором сплелись влияние культур колониальных времен, азиатская культура. И очень интересна и архитектура этого городка, и его история. И здесь, в самом сердце города, находится наш отель Анантара Хоян. Он полностью в таком европейском колониальном стиле, как вы видите, выглядит. И он находится прямо на побережье реки. В сердце старого города. Отсюда вы можете прямо пешком отправиться гулять по городу, посмотреть знаменитый японский мостик. Очень многие, обязательно после путешествия из Хояна, все гости выкладывают фотографии с этим мостиком. Он действительно живописный, с ним связано несколько легенд. Можно также съездить на экскурсию в город Хюэ. Это тоже знаменитый с имперских времен город с руинами храмов, с сохранившимися достопримечательностями. Очень живописный. То есть это самое, наверное, самое сердце экскурсионных направлений в Вьетнаме. И Мэйсон, сам Чори, тоже рекомендую посмотреть. Все это в радиусе полутора-двух часов вокруг этого направления. И также можно отправиться отдыхать на пляж Дананг, Анбанг, и отдохнуть здесь на пляже. Но если мы делаем путешествие Хоян плюс Киньон, то пляж вам не потребуется, потому что пляжное направление у нас будет Киньон. Номера выглядят вот таким образом. Мне нравится сочетание такого европейского стиля, классики и в то же время каких-то современных элементов дизайна. Есть номера с видом на море, и самый большой наш свит, Riverview Suite, имеет гостиную, спальню и большой балкон с видом на... О, не на море, прошу прощения, на реку. Оговорилась. Вот так выглядит Riverview Suite. И у нас есть несколько баров и кафе. Один из них – Art Space. Это кафе и галерея. Здесь мы подаем европейские блюда, пиццу в том числе, и различные легкие блюда, закуски и сэндвичи. У нас есть небольшой ресторан Хоян Риверсайд, в таком немножко во французском стиле. И главный ресторан, Риверсайд Ресторан, здесь подается завтрак, обед и ужин в течение всего дня. Есть площадка в помещении с кондиционером, и есть площадка на свежем воздухе около реки. Лантенс Ресторан выглядит таким образом. Кроме того, конечно же, у нас есть павильон для... Такая небольшая беседка для услуги «Дайнинг by Design», ужин в индивидуальной обстановке, и, конечно же, кулинарные классы «Спай спунс». Внутренний сад внутреннего дворика нашего отеля, и здесь же располагается плавательный бассейн, если вы хотите. Многие гости у нас посвящают полдня экскурсионным программам, а вторую половину дня – отдыху в бассейна и спа. У нас также здесь есть конференц-залы, возможности для проведения торжественных мероприятий, и круизы по реке. Здесь можно... Махуян – вообще город мастеров. Помимо того, что здесь интересная архитектура, интересные достопримечательности, здесь живут уникальные мастера, которые изготавливают одежду, обувь. Здесь также знаменито... Это направление знаменито производством шелка. Здесь можно, кстати, посмотреть, как производится шелк благодаря шелкопрядам, и как делаются традиционные вьетнамские фонарики из шелка. И здесь можно даже... Кстати, вот некоторые модницы знают, что, приехав сюда, можно привезти с собой фотографию из модного журнала, привезти либо ткань заранее купленную, либо выбрать ткань, которая есть в ассортименте у местных мастеров, и вам буквально за несколько дней сошьют платье, сделают раскройку, сошьют полностью. Это город, помимо интересных достопримечательностей, город мастеров, город портных. Мы один раз были... Буквально я была в этом городе три раза, но один раз были мы с группой Фомтрипа, когда одна из наших участниц заказала обувь себе, такие легкие летние ботиночки, которые из джинсовой ткани, которые сшили за полдня. То есть мы днем ходили на экскурсию по городу, где-то там гуляли, остановились у лавочки, она все заказала, и вечером нам доставили эти... Такие что-то вроде балеток доставили их вечером в гостиницу, потому что на следующее утро мы уже уезжали. Я знаю людей, которые заказывали и платья, и костюмы, и за два с половиной-три дня их сшили просто по картинке, без каких-то лекала и так далее, или без моделей, просто по заказу наших клиентов. Вот такой интересный город мастеров. Это был Хоян. Дальше, представьте, мы садимся на поезд, в фирменный вагон для гостей Анантара. Этот поезд называется Вьетач, как я уже сказала, и ходит, отправляется из Дананга в Киньон. Он следует и дальше, но вот наш отрезок Дананг-Киньон, и предлагает размещение в удобных, небольших... Это сидячий вагон, да, но там не такие небольшие отделения сидячие. Здесь же есть бар, ресторан, и здесь предлагается небольшой такой спа-салон, в котором предлагается массаж шеи, головы, предплечья. Во время вашего отдыха можно вот так провести время. Итак, что касается Киньона, сейчас сначала посмотрим отдельно Киньон. О, я вижу как раз комментарий. Юля подтверждает, что Юли, это специалист по Юго-Восточной Азии, пап-групп, которого вы наверняка все знаете, Юли сшили за сутки. Что-то сшили, видимо, платье. Но это правда, они просто... Когда мне рассказывали об этом до поездки в Хоян, я так, ну, послушала, но сказала, ну да, конечно, мы там сейчас во Вьетнаме, начнем себе тут что-то шить. Я представляла себе очень кустарное производство, но оказалось, что это мастера действительно творят чудеса, и можно действительно просто картинку им показать, они снимут с вас мерки и сошьют платье дизайнерского какого-нибудь дома. Ну, это действительно удивительно. Что касается Киньона, вот платье, пишет Юля, сшили платье, идеально села. Вот я зареклась, что в следующий раз обязательно запланирую, что я буду жить в Хояне, когда туда поеду. Давайте посмотрим, что такое Киньон. Вот на карте сейчас вы видите, это, если мы возьмем всю длину побережья Вьетнама, то это плюс-минус где-то вот посередине находится. Смотрим, видим столицу Ханой, на самом, на севере Вьетнама, на юге для нас ориентир Хо Ши Мин, и где-то ближе, чуть-чуть ближе в сторону Хо Ши Мина находится Киньон, а вот здесь, севернее, находится Дананг. Из Дананга до Киньона, если ехать, например, наземным транспортом, то дорога составит около 6-7 часов. И здесь можно, на самом деле, можно из южнее Киньона располагаться Ничанг. То есть можно даже из Ничанга доехать, но это где-то будет часа 3 ехать от Ничанга. Но мы предлагаем вам прогулку на нашем поезде. Расскажу чуть позднее, но если вы сюда летите, в Киньон, то сюда есть рейсы вьетнамских авиалиний. Из Ха Ноя или из Хо Ши Мина вы можете сюда прилететь. Местный аэропорт, Фукат он называется, ну, можно его называть аэропорт Киньон. Отсюда буквально минут 40 до нашего курорта, то есть вы можете прилететь в этот аэропорт. Для того, чтобы посетить Киньон, мы можем назвать несколько причин. Мы постарались перечислить 10 причин, но я бы сказала, что это в первую очередь великолепное пляжное направление, очень красивый пляж, светлый. Он такой, он золотистый. Со стороны, у нас есть два отеля на этом побережье, Анантара и Авани. Вот со стороны Авани, там еще есть немножко такая гористая территория. И камни, выходящие к пляжу, прямо на песок, увиты красивыми такими вьюнками, цветами. И при этом вход в воду очень хороший, песчаный, гладкий пляж, ни резко, глубоко, ни долго, мелко. Прекрасный пляж, просто и очень живописный. И здесь прямо по соседству с нами находится рыбацкая деревушка, но прямо вот совсем-совсем рыбацкая, не туристическая. Они именно здесь живут своей жизнью и ничего для туристов, в общем-то, из себя не изображают, так сказать. Просто живут абсолютно своей жизнью. А город Киньо находится, сам город, где-то в 20 минутах езды от нашего побережья и является таким очень опрятным, аккуратным городком. По вьетнамским меркам, маленький город, говорят они, всего миллион населения. Ну, вот такой интересный маленький город. Но на самом деле он очень привлекательный. Он уже открыт, конечно же, европейскими туристами, туристами, которые любят открывать для себя новые города. И он очень привлекательно и опрятно содержится. Здесь есть набережная развлекательная, здесь есть храмы, собственные достопримечательности. То есть здесь можно поездить на экскурсии, но помимо самого Киньона и самого города, я бы еще посоветовала обязательно исследовать само побережье. Здесь поблизости есть очень красивые места, нетронутые совершенно пляжи. Красивое побережье. Итак, здесь, дорогие коллеги, если у меня будут помехи, если будет плохо слышно, пожалуйста, пишите в чат, потому что я вижу, у меня всплывают сообщения технические, что есть помехи в сети. Итак, Киньон. Вот одно из побережьев, очень красивый. 35 минут от нашего курорта. Красивые места. Я на время отключу камеру, дорогие коллеги, чтобы у меня не было помех со связью, чтобы вы могли слышать меня хорошо. Итак, вот такие побережьи. Здесь есть рядом красивые острова. Вот 40 минут от курорта, например, вот такие лазурные. Очень красиво ночью светятся рыбацкие лодочки на побережье, около наших курортов. А вот такие для подаяния, для заказывания желаний, говорят, что здесь можно попросить прибавления в семье. Вот Чам Тауэрс, они в 20-м году, как раз в Киньоне находятся. Они приносят удачу и счастье. Здесь можно заниматься йогой, можно ходить на такую йогу-экскурсию сделать, можно покататься на мопеде и самостоятельной местности. Курорт Анантара Киньон является одним из самых роскошных курортов на сегодняшний день во Вьетнаме. Здесь каждая вилла обслуживается отдельным батлером, и все виллы находятся практически на первой береговой линии. Есть виллы, которые стоят буквально на пляже, есть виллы, которые чуть-чуть на втором месте от пляжа находятся на возвышенности, зато с видом на побережье. Вы можете видеть, что курорт небольшой, и он выходит прямо к замечательному нашему пляжу. Здесь регистрация проходит прямо в вилле, поэтому лобби нужно только для того, чтобы, ну, не знаю, если вы прогуливаетесь, хотите по курорту, хотите отдохнуть на территории нашего лобби, или что-то, проходя мимо лобби, захотели заказать какую-то услугу, вот если у вас батлер не под рукой, то вот такой ресепшн у нас есть. Но, повторюсь, регистрацию мы делаем прямо на вашей вилле. Так выглядит наш лобби, дорожка к нему на закате. И виллы бич-фронт, которые находятся прямо на пляже, вот со стороны террасы, выглядят таким образом. Все виллы имеют собственный бассейн, а виллы на возвышенности, на второй линии от пляжа, называются Ocean View for Villa. Они так на возвышенности стоят. Вот бассейны, ванная комната, роскошные совершенно виллы. В каждой вилле есть и душ на свежем воздухе, и ванная комната, и душ в помещении. Вот наш центральный бассейн. Снова вы можете увидеть, как выглядит наш пляж. И дизайн отеля очень современный. Отель был построен и открыт, получается, меньше, около двух лет назад. Абсолютно новопостроенный, задуманный и построенный Анантара. И я была в этом месте еще до того, как был открыт Анантара, а потом, когда еще был только Авани, а потом тогда еще это была просто зеленая территория по соседству с отелем Авани, а потом была уже сразу после открытия курорта. Здесь тоже есть ресторан Sea Fire Salt, с которым мы уже познакомили с вами в Анантара де Зару, также специализирующийся на блюдах гриль и с коллекцией различных сортов соли. В ресторанах Sea Fire Salt у нас есть ряд блюд, которые подаются, если это холодная закуска, то на холодном бруске гималайской соли, если это горячее блюдо, блюдо гриль, то подающиеся на раскаленном бруске розовой гималайской соли. У нас есть спа-салон, который, Анантара спа, который находится на возвышенности, на очень живописном месте по соседству с отелем Авани Киньон. Великолепные виды здесь и очень живописное место. Из вьетнамских наших направлений, честно скажу, что Киньон – это моя давняя мечта для поездки. В сегодняшнем вебинаре практически совпали мои самые любимые направления. Это Дезару, это Киньон. И вот на прошлом вебинаре мы смотрели еще в Таиланде Рассананда. Вот такие мои любимчики. Авани Киньон – очень хороший отель в сочетании цены и качества. Это 4 с плюсом звезды. И здесь очень такой современный стиль размещения, просторные номера, замечательный центральный ресторан Тре, джио-лаунж и кафе, которые обслуживают вокруг бассейна и на пляже. И вот таким образом выглядят наши номера. Начальная категория – Deluxe Studio. Вот таким образом выглядит. Здесь просторная территория и такое небольшое кресло, столик и небольшой бассейн. Тогда как вторая категория – Junior Ocean Suite – имеет уже не такое что-то вроде зоны гостиной, да, с диванчиком, столом и креслом, и балкон с подвесным круглым креслом-гамаком. Для гостей, размещающихся с семьей, у нас есть замечательный номер Family Studio. На первом этаже он выглядит так же, как стандартный Deluxe Studio, а на втором этаже, половинку этажа всего занимающий, такой балкон для детей. Здесь спальня для детишек с двумя кроватями, с небольшой такой круглой нишей, которую можно использовать в качестве шкафа, но дети его используют в качестве своего такого, своей норки для чтения книжек и так далее. Ванная комната выглядит вот таким образом. И фитнес-клуб. Йога на пляже. И вот так выглядит наш пляж. Здесь можно заниматься спортом, как йогой, так и восточными видами единоборств. Здесь можно научиться, опять же, кулинарному мастерству, можно провести время в спа или просто полежать на пляже. Также обязательно советую, ну, хотя бы разок съездить в сам город Киньон. Он очень-очень приятный, и здесь есть что посмотреть. Ну, а что касается нашего поезда в Еточ, точнее, вагона Анантара в Еточ, то здесь он выглядит вот таким образом, наши сами помещения. И вот так выглядит наш ресторан, бар, и здесь есть небольшой спа-салон. Этот вагон рассчитан на 12 туристов. Отправление здесь предлагается из Дананга в Киньоне, до станции в Киньоне. В 9.30 утра он стартует, в 15.45 он прибывает. И в обратную сторону, из Киньона, он стартует в 17.29, прибывает в 23.01. То есть если вы планируете, то есть если вы планируете туда-обратно съездить, или, ну, не за один день, разумеется, просто если вы, например, прилетели сначала в Киньон, отдохнули в Киньоне, а потом отправляетесь в Дананг, и потом хотите, например, продолжить свое путешествие, посмотреть столицу Ханой, либо наоборот, если вы сначала летите, например, в Ханой, потом в Дананг. В Дананге смотрите, живете в Хояне, потом садитесь на поезд и приезжаете уже на остаток отпуска, на недельку на пляж в Киньон. То вот и в ту, и в другую сторону можно проехать. Пакет. Включает в себя приветственный напиток, питание из трех блюд. Это в зависимости от, если это поездка туда или обратно, это либо обед, либо ужин. Также закуски, напитки, чай, кофе подаются, легкие напитки, вино и пиво. Также 30-минутный массаж на каждого человека шеи и головы. Конечно же, Wi-Fi у нас есть, и всевозможные там розетки, зарядки и так далее. Все это можно для ваших приборов электрических использовать. Такой пакет стоит 185 долларов на человека, и вот он соединяет два таких интересных и разнообразных направления, как Хоян и Киньон. И, конечно же, рекомендован для гостей, которые размещаются в Анантара Хоян, а потом едут в Анантара Киньон или Авани Киньон Резорт. У нас есть, конечно же, и предложения для комбинаций проживания плюс поездка на этом поезде. И ПАК Групп с удовольствием вам предложит такие маршруты с готовыми расчетами для проживания и вот этим трансфером. Дорогие коллеги, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите во вкладку «Вопросы». По Вьетнаму, может быть, по Дезару какие-то нюансы я еще не рассказала, потому что сейчас мы с вами будем перемещаться в сторону Индонезии и посмотрим наши два отеля на острове Бали. Итак, дорогие коллеги, если сейчас нет вопросов по Малайзии и Вьетнаму, то я включу небольшой видеоролик, совсем короткий, про то, что можно увидеть, если вы отправитесь в Киньон. И дальше уже продолжаем наше путешествие. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие коллеги, теперь мы продолжаем наше путешествие и отправляемся в Индонезию. На острове Бали у нас есть два отеля на сегодняшний день. Это Анантара Улувату и Анантара Семиньяк. Но мы очень ждем открытия также Анантара Убуд, который дополнит нашу коллекцию и образует целую тройку из разных направлений. Улувату – это скалистое побережье на высоте над уровнем океана. Семиньяк – это отель прямо на пляже, на песчаном, гладком. А Анантара Убуд – это направление в самом сердце острова. Это медитативное такое культурное направление, в котором обязательно нужно побывать, если вы приезжаете на остров Бали. Начнем с Улувату. Это очень живописное место. Вот такие фотографии практически из любой точки курорта можно сделать. Здесь мы… Я сейчас указочку возьму. Ну, от аэропорта, от международного аэропорта у вас дорога займет около 40 минут по побережью. И здесь поблизости у вас будут красивые пляжи, например, знаменитый Паданк-Паданк, который попал в кадры фильма «Ешма, ались, люби». Местная самая известная достопримечательность – это храм Улувату на скале, потрясающей красоты место. Знаменитые пляжи Dreamland Beach, Impossible Beach, гольф-клубы, знаменитый Кута-гольф и также целый ряд национальных парков и достопримечательностей, которые можно посмотреть в округе. Здесь они доступны в радиусе, наверное, около 30-40 минут езды. Курорт сам по себе очень живописный. Он находится на скале над океаном. Он предлагает великолепные номера, начиная от категории «свит». Это от 80 квадратных метров, 82. Есть номера с видом на океан, есть виллы с собственным садом, с такой закрытой территорией, без видов на океан, и есть виллы с видом на океан. Вы можете видеть, все виллы имеют собственный бассейн, а номера имеют красивые такие балконы с ванной джакузи. Номер с садом и собственным бассейном. Этот сфит мы уже видели, Ocean View. Ocean Front – это немножко они ближе к кромке курорта. И вот вы можете видеть на балконе краешек ванны с гидромассажем, которые у нас есть в наших сфитах. И виллы. Каждая вилла имеет собственный бассейн. Есть гарден-виллы, которые такие с полной приватностью, без вида на океан, и есть виллы с видом на океан. С гостиной, спальней. И вот так выглядит территория курорта. Пока мы с вами смотрим на фотографию с высоты птичьего полета, хочу отдельно обратить ваше внимание на вот это стеклянное строение. Такая стеклянная беседка – это наша свадебная беседка. Мы можем здесь проводить и не свадьбу, просто торжественное мероприятие или романтический ужин устроить. Но чаще всего ее бронируют именно для свадебных церемоний. Вот как раз джакузи на балконе, о котором я вам говорила. И наш самый главный номер – The Water Penthouse. Он находится на верхнем этаже, фактически на крыше нашего здания, основного здания, и имеет вот такой собственный бассейн и территорию около бассейна. В этом основном здании, о котором я уже сказала, располагается наш ресторан 360 градусов, потому что он предлагает такие панорамные виды со своей террасы. И здесь же подается завтрак, и здесь же располагается наша сону-типаньяки – кухня, которую тоже очень часто бронируют наши гости. Sea Fire Salt, уже знакомый ваш бренд, представлен здесь рестораном на площадке над побережьем океана. Он работает на ужин. И вот свадебная беседка Deva David Chapel выглядит вот таким образом. Я уже обратила ваше внимание на нее. Ее можно декорировать самыми разными способами. Можно оставить вот такие стеклянные минималистические узоры, можно украсить все яркими цветами, и в более современном или в более классическом стиле сделать свадебную церемонию. Это может выглядеть вот так, можно сделать так. И для многих частных мероприятий обеденных, коктейлей, Deva, вот такая площадка ресторанная, у нас предлагается что-то вроде бара, предлагается вот таким образом. Услуга Dining by Design может выглядеть здесь. Улувату, Анатара Улувату – это один из самых романтичных наших курортов. Здесь все продумано под романтику. Здесь Dining by Design, наверное, можно сделать одним из самых красивых из коллекции Анатара. Здесь у нас нет пляжа, поэтому не сделать, к сожалению, столик на пляже. Но есть очень много живописных красивых уголков, и считается, что на этом побережье самые красивые закаты на Бали. Вот такое еще в нашей часовне можно сделать. Здесь же располагается Анатара Спа. Есть конференц-залы, фитнес-центр и, конечно же, и такая небольшая переговорная комната, которую можно использовать для презентации, конференций, а можно использовать как кинозал небольшой. Всевозможные творческие и спортивные активности у нас в течение сезона предлагаются. Это роспись по шелку, плетение из пальмовых листьев, йога, керамическое мастерство, традиционные балийские танцы. В зависимости от сезона мы предлагаем разные развлечения. И, конечно же, обязательно рекомендуем к посещению храм Оловату. В него мы делаем шаттлы бесплатные несколько раз в день, но можно отправиться туда и самостоятельно. Гольф-клубы поблизости. Есть New Kuta Green Park. Это парк развлечений, водный парк. Знаменитый Горуда Вишну. Это национальный парк, куда тоже очень рекомендую отправиться хотя бы где-то на пару часов, погулять, посмотреть. И для любителей морепродуктов можно отправиться на побережье Джимбаран, на местные рынки. Если вы заказываете услугу Spice Pons, то вы можете попросить начать кулинарный класс с выбора ингредиентов. То есть, если вам интересно даже в такой части кулинарного опыта поучаствовать. И посетить соседние пляжи. На соседний пляж Паданг-Паданг мы делаем тоже шаттлы бесплатные. Мы можем вас туда в любое время отвезти. У нас есть лифт, который спускается вниз к океану, но во время прилива там нет береговой линии, поэтому это невозможно. Во время отлива можно спуститься у нас, но внизу у нас нет пляжа. Мы на скале стоим курорт, поэтому здесь можно только спуститься, погулять, пофотографировать. Например, во время отлива там появляется такая небольшая береговая линия. Итак, коллеги, теперь мы готовы переместиться к последнему курорту в нашей презентации, но не последнему по значимости. Это Анантара-Семеньяк. Анантара-Семеньяк находится на побережье. Семеньяк – это такая фешенебельная часть острова. Здесь как бы престижно очень жить. И здесь мы находимся прямо на пляже, а позади нас идет городская линия, то есть все городские развлечения в пешей доступности. А напротив курорта прямо находится пляж. Дорога от аэропорта займет около получаса езды. И здесь размещение предлагается в номерах-свитах, каждый из которых минимальную площадь имеет 80 квадратных метров. У нас есть номера, вот так они выглядят внутри. У каждого номера есть собственный балкон. Либо стандартные номера имеют ванну с гидромассажем на балконе, а номера пол-аксесс имеют выход к одному внутреннему такому большому бассейну. Центральный бассейн находится на первом этаже с видом на пляж. А бассейны для пол-аксесс, они во внутреннем дворике отеля находятся. Вот оушен-свит с видом на океан. И на крыше находится наш самый главный номер, пентхаус с площадью 420 квадратных метров, с большим балконом, фактически находится на крыше. На верхнем этаже также у нас располагается ресторан Moonlight. Здесь прекрасный ресторан и бар с великолепными видами на побережье, со стеклянной крышей и с частью, с такой открытой террасой. А на первом этаже около бассейна находится основной наш ресторан White Orchid, который работает на завтрак, на обед и на ужин. Вечером, в некоторые дни мы проводим коктейли на пляже для наших гостей, располагаем кресло бинбеги, такие мягкие кресла-подушки на пляже, подаем коктейли и устраиваем такую коктейльную вечеринку с ос. Я, честно говоря, сейчас не могу вспомнить, как расшифровывалась какая-то забавная... Эта аббревиатура означает не «спасите наши души», а «что-то про сансет». Да, вот какая-то забавная аббревиатура. Честно говоря, сейчас не могу припомнить, что мы подразумевали в этом названии. Что-то про коктейли на закате. И, конечно же, услуга «Дайнинг by Design» – это наши традиционные романтические обеды и ужины. Здесь у нас тоже есть различные развлечения, творческий мастер-класс, развлечения для детишек. Для детишек здесь есть детский спа, детский кабинет и спа, и, собственно, даже детские процедуры, детские халатики, очень мило. И, конечно же, кабинет и спа для взрослых. Кулинарные уроки «Спай спунтс». И, дорогие коллеги, пожалуйста, подскажите, если есть какие-то вопросы по нашим сегодняшним отелям, по нашей презентации. Я включу небольшой видеоролик. Так, я надеюсь, что у нас получится включить видеоролик без рекламы сейчас, который покажет нам Анантара Семеньяк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Вебинары стали для вас интересны и полезны. Также приглашаю вас присоединяться к нам в соцсетях. Вконтакте у нас есть группа для каждого нашего бренда. Мы проводим конкурсы, делимся самыми интересными материалами по направлениям, по отелям. На Facebook у нас создана закрытая группа только для сотрудников турфирм, поэтому, пожалуйста, кликните «Добавиться», и мы с удовольствием одобрим ваше вступление в нашу группу. И здесь также у нас проходят и конкурсы, и самые интересные публикации, онлайн-интервью, и видео, и так далее. А в Инстаграме мы публикуем самое интересное фото, видео, которое мы копируем из разных-разных направлений всех наших отелей. А по пятницам завели новую традицию. Проводим онлайн-интервью с разными генеральными менеджерами разных наших отелей. Так мы уже виртуально побывали в Замбии, пообщались с генеральным менеджером отеля «Анантара Ройл Ливингстон». Побывали в Марбеллии, пообщались с генеральным менеджером отеля «Анантара Вилла Падерна». На Мальдивах у нас было интервью с прямым вещанием из подводного ресторана с генеральным менеджером отеля «Анантара Кихава Виллос». И вот последним недавним интервью стал разговор с генеральным менеджером «Анантара Альбалит Резорт» в Амане. Впереди у нас еще много европейских, азиатских направлений. Мы всегда стараемся разнообразить те направления, которые мы приглашаем на вот такое онлайн-интервью. Пожалуйста, присоединяйтесь в Инстаграме. В процессе интервью можно задавать вопросы в чате, которые вы хотите задать именно генеральным менеджерам каждого из наших отелей. Дорогие коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, напишите в чат. Вижу, Юлия написала, ждем реальное путешествие. Ой, вот это совершенно точно. Виртуальные путешествия, это, конечно, все прекрасно, но я желаю вам поскорее вернуться к настоящим путешествиям и побывать во всех тех направлениях, где располагаются наши отели. Если вы еще не бывали, познакомиться с ними вживую. Дорогие коллеги, мы с Anantara Hotels очень верим, что скоро все восстановится, скоро мы снова встретимся с вами, будем рады принять вас в наших отелях, будем очень ждать ваших туристов. И через какое-то время мы сможем уже, оглядываясь назад, вспомнить лето 2020 года, как что-то такое очень давнее, что происходило, наверное, не с нами, но какие-то новые впечатления в скором времени уже закроют эти воспоминания. Я напоследок хочу включить видеоролик от отеля Anantara со словами о том, как мы ждем вас снова в гости. Дорогие коллеги, спасибо большое. На этом я с вами прощаюсь и заканчиваем вебинар после видеоролика. И ждем новых встреч с вами в эфире и вживую. В один день, и такой далекий от сегодняшнего. Мы посмотрим назад на все это. Знаете, бесконечные дни. Когда короткая прогулка оказалась целым путешествием. Посмотрим на то, как мы сплотились. И несмотря на то, что мы были далеко друг от друга. Когда все это закончится, Anantara будет вас ждать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ